интенсивность сельскохозяйственного производства настолько высока что мы останавливаться не имеем права поэтому растет и рынок одевантов поэтому и фуллтек на рынке почему потому что он позволяет делать несколько вот этих между собой отличных операций подкормка или стимуляция гербицид туда же еще инсектицид а да еще и для профилактики туда и фунгициды кину дан на первых этапах защиты пшенички в идеале конечно же такие баковые смеси они на самом деле являются очень сложными для восприятия культуры и поэтому растение получает порой значительные стрессы сама баковая смесь к сожалению это необходимость диктуемая рынком сейчас у нас севообороты как сказал один мой хороший знакомый руководитель и товарищ старший у нас сейчас не агрономически обоснованный севооборот коммерческие обоснованные коммерческие севооборот вот поэтому баковые смеси к сожалению это наша реальность и для того чтобы оценить вообще у нас это работает или нет первое и что я рекомендую это обратиться к этикетке того или иного пестицида и там производитель должен указывать допускаются ли какие-то баковые смеси или не допускаются к сожалению это один и самый главный ориентир второе когда мы убедились что у нас вероятность совмещения препаратов есть такая делаем пробную смесь и наблюдаем два типа несовместимости первое это физическая несовместимость я в своих выступлениях когда мы присутствуем на различных семинарах или сами проводим вот компания спрэта и проводит мы показываем я показываю баковую смесь несовместимую между собой сульфа цинка и аминобор соединяет а по сути это ошибка опыта но вдруг агроному что-то вот захотелось совместить и там эти два элемента находится до происходит сразу образование хлопьев расслоение и это буквально происходит буквально четыре считанные секунды это сразу видно поэтому вот эта пробная смесь когда мы не уверены до конца ее нужно делать и второй этап это вот делать обработку на небольшом участке и к сожалению ждать эту реакцию второй тип несовместимости до 1 это физически 2 это химически к сожалению мы его не увидим может быть происходить и какое-то нагревание может быть какое-то происходить легкое расслоение и ты физически это просто будешь не способен увидеть и к сожалению только негативный опыт применения в итоге на культуре нас научит что такая баковая смесь она не имеет быть возможности жить но порой продукты могут совмещаться либо на короткий промежуток времени либо частично либо при определенных каких-то условиях что значит могут и как мы это можем улучшить одеванты одеванты совместители эмульгаторы и так далее их называют по-разному диспергатора если это какие-то твердые порошкообразные вот и так далее то есть провести эмульгацию качественно смешивая мы можем применять эмульгаторы такие как ходят вот состав фултек работать с какими-то трибинура метилами которые порошки порошкообразные да там совмещать с иными продуктами добиваясь качественного распределения элементов действующие вещества по всему объему рабочего раствора то есть эмульгаторы здесь будут одной из такой палочек выручалочек особенно когда мы применяем 59 препаратов вот саратовская область прошлый мой сезон до довольно хороший фермер да я увидел баковую смесь 9 препаратов ну вот вот так там и подкормкой гербицид и инсектицид и там чего только не было молекула называется дефильная почему дефильная потому что у нее есть две частицы головной заряд либо положительные либо отрицательные это они он и катионные там либо либо нейтральные заряженные и влаголюбивая часть и масло любивая часть давайте так назовем есть гидрофильная есть липофильная часть так вот в зависимости от длины вот этого липофильного хвостика зависит солюбилизирующие свойства этого одеванта что такое солюбилизация ну если очень очень просто это процесс растворения каких-то продуктов в какой-то сфере ну грубо говоря у нас находится масло попадает в воду и настроенный вот таким образом одеван обладающий большим масляным хвостиком да он цепляет молекулы масла а головной частью водой он цепляется за воду тем самым происходит отщепление одной молекулы масла а так как этих молекул одевантов у нас много в растворе да мы добавили масло постепенно полностью разрывается в рабочем растворе способность удерживать вот этой молекулы одеванта и не соединять до между собой вот этот растворяемый растворяемое вещество масло это есть собственно процесс эмульгации мешалки в современных опрыскивателя это гипер важно и когда вода с тем же эмульгатором будет отстаиваться то все равно вот эти вот молекулы которые мы стремились растворить молекулу условно масло они все равно будут стремиться к себе соединиться поэтому современная наука добавляет в одевант два три четыре поверхностно активных вещества способных менять энергию рабочего раствора то есть грубо говоря не одна молекула работает а две-три разные а бывают молекулы не с одним хвостиком вот этим который растворяет делает процесс солюбилизации бывают с двумя хвостиками и таких молекул гораздо меньше нужно для качественной эмульгации и так называемые молекулы ижемини это химия которую на самом деле агроному не так сильно нужно знать и в практике вот понимание нужно просто вот интересоваться у производителя одеванта насколько сильный этот эмульгатор или слабый и в при каких он условиях работает поэтому на рынке сейчас не просто эмульгаторы появляются а такие к одеванты как full-tech в нашем нашем одеванте ни одно ни два и не три типа молекул которые делают качественную эмульгацию если говорить про универсальное решение которое помогает большинстве своем да это нужно все делать заранее то есть обладая таким одевантом как full-tech обязательно его носить в самый самый первый момент то есть условно если говорить именно про технологию где работает full-tech то это одна вторая одна треть объема бака воды туда добавляется full-tech и он начинает подготавливать воду после того как все смешалось достаточно 3-5 минут мы добавляем все остальные продукты и только после этого когда мы уже не имеем пены когда вода уже подготовлена мы постепенно добавляем всю остальную воду и вперед но если мы покупаем более такой скажем экономичный какой-нибудь одевант который выполняет всего лишь функцию прилипателя часто так это называть то его рекомендуют добавить в последнюю очередь чтобы чтобы не образовалась пена но секрет о том что качественное смешивание вот этой эмульгации к сожалению нету потому что он находится вверху и требуется вот эти мешалки требуется время и так далее поэтому сложные продукты сложно настроена такие как full-tech которые и соли блокируют и пену гасят и производят подкисления они вносятся в первую очередь но если у вас какой-то пенящийся одевант то он вносится уже к сожалению в последнюю очередь нужно запомнить любому и каждому агроному даже если в пестициде уже есть одевант то он туда включен для стабилизации вот этой формуляции пестицида ну и для эффективного проникновения допустим какой-то объект контроля но отдельно чтобы этот один этот пестицид корректировал еще из соли еще и подкорректировал ph такого ну либо нет либо они единицы на рынке вот прям 123 и все закончились это скорее всего будет препарат который подкисляет но чтобы еще блокировал соли это ну я на рынке таких не встречал я проанализировал уже почти две сотни одевантов на рынке и такого не встретил пока это как раз опыт который был показателен в прошлом сезоне на сахарной свекле довольно большое хозяйство и заинтересовались прежде всего в логистике почему потому что наша диван фултек он способствует снижению вот этих излишних расходов воды вот на сахарной свекли на фунгицидных обработках применяется 300 литров и на гербицидных 200 литров на гектар опыт наш был задача показать что гораздо можно эффективнее работать с меньшим объемом воды и показать как пестициды работают более эффективно когда вода готовится и вот когда мы провели 3 сень шибаясь фунгицидную обработку то циркоспороз на участке где применялось 300 литров также подкислители в бакой смеси были также одеванты которые выполняли свойства растекателя смачивателя так вот на участке там где была баковая смесь базовая хозяйственная циркоспороз развивался на порядка семь девять процентов гораздо сильнее в отличие от нашего участка где применялся лишь один на диван фултек граном в поле вот так вот подошел и говорит наверно плохо смешалась бакова смесь вот этих пестицидов но что я ему говорю что так в этом то и суть что препараты должны качественно перемешаться